Будущая система здравоохранения – один из центральных вопросов на промежуточных выборах в Конгресс. После реформы президента Барака Обама в 2010 году, республиканцы неоднократно пытались добиться ее отмены. Только за последние четыре года число таких попыток составило 54 раза. Пока безуспешно. В последний раз Обама Кера была спасена умирающим отракой сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. Что же вызывает столь яростное недовольство республиканцев? Помимо так называемого индивидуального мандата, обязывающего каждого американца иметь страховку или платить штраф, закон также обязывает владельцев малого и среднего бизнеса предоставлять страхование своим сотрудникам. Республиканцы называют Обама Кер актом, который убивает рабочие места. Во время предвыборной борьбы Дональд Трамп неоднократно обещал добиться отмены реформы своего предшественника. И вот теперь, агитируя за республиканских кандидатов, напомнил об этой цели. Мы нанесли сокрушающий удар Памы Маккейра. Теперь управляем системой здравоохранения, как и положено. Ваши расходы на страхование не будут расти так быстро, как раньше. Но цель избавиться от индивидуального мандата остается. Меня за это многие благодарят. Автор реформы Барак Обама, агитируя за демократов, вступился за свое детище. По его словам, если республиканцы сохранят численное превосходство в Конгрессе, то они смогут лишить американцев доступного медицинского страхования и сделать его невозможным для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, будь то диабет или рак. Если бы республиканцы считали, что их постоянные попытки саботировать созданную систему здравоохранения или лишить вас медицинского страхования популярны, то они бы точно говорили об этом. Но сейчас от них ни слова. В канун выборов республиканцы, наоборот, внезапно заговорили о том, что они защитят ваше право на страхование хронических и острых заболеваний. Хотя в реальности они работают как раз над противоположным. В настоящее время общественная поддержка Обама Кер сильна, как никогда ранее, за все 8 лет ее существования. По данным опросов, в мае этого года ее поддерживали 54% американцев. Вместе с тем, 8 из 10 опрошенных республиканцев не одобряют Обама Кер. Как отмечает аналитик по вопросам здравоохранения США Сэм Бергер, дела политиков говорят громче их слов. И республиканцы продолжат борьбу против реформы Обама и после выборов. Республиканцы понимают, что их центральный элемент борьбы с Обама Кер – отмена обязательства страховых компаний обеспечивать полисами тех, у кого есть хронические заболевания – не популярен среди избирателей. Поэтому им приходится лгать электорату. Мы уже видели попытки на законодательном уровне свернуть Обама Кер, а теперь они пытаются добиться этого и через суд. В настоящее время рассматривается целая серия исков, поданных республиканцами, и они пользуются поддержкой администрации Трампа. Судьба системы здравоохранения Америки может измениться после 6 ноября в зависимости от расстановки сил в Конгрессе. Но при этом, отмечает эксперт, США едва ли откажутся от подхода к медицине как генератору прибыли, а не социальной услуги. Даже если демократы получат контроль и сохранят его и после следующих президентских выборов в 2020 году, они будут активно пытаться снизить стоимость медицины. Но я не думаю, что мы когда-либо перейдем к системе, которая полностью отменяет прибыли от обеспечения населения медицинским обслуживанием. Ряд кандидатов-демократов выступает за расширение государственной медицинской программы Medicaid для пенсионеров и малоимущих, агитируя за создание единой системы медицинского страхования. В настоящее время федеральные власти оплачивают 90% расходов на Medicaid. Республиканцы, в свою очередь, заявляют, что общественная поддержка подобной идеи единой системы рухнет, как только американцы столкнутся с повышением налогов из ее финансирования и возможным снижением качества медицинского обслуживания. Ева Болдина, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон.